Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, точнее доброе утро, дорогие друзья, друзья, читатели библиотеки, Челябинской научной областной библиотеки, любители русской поэзии в целом и фета в частности. Сегодня у нас с вами состоится небольшой экскурс в фетоведение. Сегодня, пока участники нашей трансляции присоединяются, я хотел бы представиться изначально, хотя в анонсе почти что все обо мне сказано, в анонсе на сайте Челябинской областной научной библиотеки, но еще раз повторюсь, пока идет присоединение читателей, зрителей, посетителей всех интересующихся поэзией XIX и не только XIX века. Меня зовут Алексей Миронов. Я работаю на кафедре технологии художественного образования Нижне-Тагильского государственно-социально-педагогического института, и сфера моих научных интересов как филолога по образованию с фетом особо не пересекалась до сих пор, поскольку мои научные интересы и аспиранские изначально были связаны с Серебряным веком, где фет фактически не фигурировал, а с детской литературой, в целом с поэзией XX века. Но, тем не менее, прежде чем приступить к обзору книги, которая представлена была библиотекой в анонсе, и хотелось бы сказать, как фет пришел ко мне в мою жизнь. Дело в том, что по школьной программе Афанасия Фета, я помню, достаточно слабо. Понятно, что он был, поскольку образ его остался запечатлен в моей памяти. Во время обучения на филфаке он тоже вскользь меня коснулся. Как-то почему-то два таких образа остались в памяти, два слепка. Во-первых, фет это чистое искусство, чистое искусство, чистое искусство. И, во-вторых, это оценка Писарева, где фет назван фактически такой букашкой. На самом деле, к фету, в буквальном смысле, своей собственной рукой, я прикоснулся на втором курсе, поскольку был очередной юбилей феты. Это было 30 лет назад, как раз в конце 90-го года. И мы делали со студентами стенгазету. Это, да, юным читателям нужно пояснить, что это был период докомпьютерный и доинтернетный, тем более. Все делалось вручную, дипломы писались вручную. Делали ручную стенгазету. Возможности где-то как-то скопировать образ фета не было. И я взял на себя смелость нарисовать фета. Рисунок этот я потом снял со стенгазеты. Он на долгое время пропал, буквально. Я его долго искал, последние полгода. И случайно недели две назад он всплыл. Вот сейчас состоится такая первая демонстрация портрета фета 90-го года. Пусть худграф меня казнит за это, за такую работу. Но, тем не менее, вот это первое такое тактильное прикосновение к фету. Далее, что происходит. В процессе изучения, исследования поэзии 20-го столетия на глаза мне стали попадаться в разных поэтических текстах фет, как я называл это, фет, как упоминание. Так, все отлично. У кого-то ни картинки, ни звука. Хорошо, я продолжил. Так вот, фет, как упоминание. И так или иначе, на нагзацах книг я всегда делаю какие-то карандашные пометки. И их стало копиться достаточно много, когда поэты 20-го века так или иначе обращаются к фету, упоминают его. А потом все это воплотилось в такую идею, когда уже интернет был достаточно долго, сделать для себя небольшой дневник. Я его назвал «Однажды фет» и сделал для себя страничку, где было всего 9 пользователей. Это сейчас их более полутора тысяч, когда проект, о котором я в конце скажу после анонса книги, развернулся достаточно широко. То есть, вот так фет пришел в мою жизнь, все-таки через литературу 20-го века, его поэтика и его жизнь. Вот как раз больше всего о жизни фета мы сегодня в отведенное нам время и постараемся говорить. И опора для нас в нашем разговоре будет вышедшая в этом году в издательстве «Молодая гвардия» книга, да, в серии «Жизнь замечательных людей» книга Афанаси Фетт. Автор Михаил Макеев, доктор филологических наук, профессор Московского государственного университета имени Ломоносова, написал эту книгу. И моя задача сделать такой краткий обзор. Да, я стараюсь читать еще и комментарии о похожести на спикера. Скорее, спикер похож на фета. Это ответ Марины Орловой. Постараюсь, может, от комментариев не отвлекаться и в основном ответить на них после моего выступления уже в письменном виде. Так вот, книга Михаила Макеева воплощает с собой такой достаточно неновый, хороший жанр книжный, как Плутархи. Ну и сама серия «Жизнь замечательных людей», я думаю, знакома нашим читателям Жозел. Серия, основанная, кстати, еще при жизни Афанасия Фетта. Фактически за два года до смерти она Павленковым была. Основана в 1890 году, ну и потом в 1933 году, в 20-м столетии Горький, Максим Горький уже ее продолжил. Хотелось бы начать обзор этой книги с ее содержания. То есть, если вы заглянете в структуру книги, вы увидите, что все там выполнено достаточно логично, пунктуально. От тайны рождения до последнего акта. Последний акт, так называется, последняя глава жизни описания Афанасия Фетта. Логика вполне ясна, и по заглавиям здесь вполне себе просматривается биография Афанасия Афанасьевича. Начиная с тайны рождения, я просто по главам пройдусь. Борчонок, да, это его воспитание. Первые его годы на земле, да, в Ропенсе он погоден, и студент главы, посвященные образованию Фетта. Ну, в том числе и вот этой печальной истории потери его имени, отцовского имени, фамильного Шиншина. Дальше представлен Фетт как поэт и военный. То есть, главы вполне себе дают представление. Если вы хотите прочитать о каком-то конкретном периоде Фетта, вот в помощь вам как раз наглавление. Оно не прямое, конечно, образное. Киросир, да, вот, как служил Фетт. Любовь, дальше идет глава, понятно, что она посвящена Лазич. Тоска по идеалу, веселое общество, без которого не обойтись в биографии Фетта. Наследство, дальше весьма импозантное название главы. Энтузиаст с телячьими мозгами, да, это уже вхождение в сферу литературы, контакты Фетта с литераторами отслеживаются, поскольку в таком названии, энтузиаст с телячьими мозгами, просматривается реплика, которая, ну, как бы, приписывается Тургеневу. То есть, такое косвенное его высказывание, потому что это определение Фетта дает нам Панаева, по воспоминаниям Панаева. И так Тургенев не при Фете отзывался о Фете. Тем не менее, это не помешало быть Тургеневу и его литературным спутником Фетта, наставником. Дальше представлен Фетт-путешественник, брак по расчету, это семейная жизнь Фетта, женить бы его на Марии Петровне. И следующий блок буквально тем, я название их прочитаю, фермер, публицист, судья, русский дворянин, помещик, это все сельский Фетт, то есть, Фетт периода обитания его в Степановке, как фермера. Причем здесь же автор, конечно же, не забывает прослеживать и мировоззрение, развитие мировоззрения Фетта, его все-таки некое, но касание литературы. И очень важно, что в этой книге регулярно это отмечается, это очень достойно самого, наверное, Фетта и его личности, что как раз в противоставлении телячьим мозгам, что при любых обстоятельствах Афанасий Фетт был мыслящим и постоянно саморазвивающимся человеком. Даже когда он временно оставил поэзию, хотя казалось, что навсегда он ушел из литературы, ему самому казалось, если, может быть, раньше девиз был «дня без строчки», то теперь уже не дня без сельских работ. То есть, тот человек, который вставал в 6 утра и уже валился спать в 10 вечера ежедневно. Дальше идут главы, связанные с подъемом Фетта обратно в литературу, но уже немножечко на другом уровне. Новый друг, новый друг К.Р. Разрушение кумира, перемена декораций, коммергер. Ну и вот глава, последний акт венчает всю книгу. Я, как читатель, ну и сам, как отчасти филолог, понимаю сложность такой работы, которая проделана была вот в этой книге автором Михаилом Макеевым. Сложность все компактно уместить, сказать все обо всем очень корректно, очень гармонично, но, может быть, с моей привередливой точки зрения, это не всегда у авторов получается. Но, допустим, если вы хотите узнать, об этом как-то обычно и мало говорится, как Фетт служил судьей, исполнял эту должность, параллельно ведя еще сельское хозяйство, вы, конечно же, откроете вот в этой книге, вот она, глава судья. Да, но прежде чем добраться до судебной деятельности Фета в качестве мирового суди, вам придется ознакомиться, ну, на мой взгляд, достаточно долго с творческим Шопенгауэра и его влиянием на Афанасия Афанасича. То есть, вроде бы, читаешь, думаешь, вот хочу я узнать, как же там он кого судил, вообще, как исполнял свои полномочия, а тебе тут такая информация идет о Шопенгауэре очень долго. Ну, это мое субъективное мнение, и я здесь замечательно понимаю автора, потому что где-то необходимо было об этом все-таки сказать, вот эту информацию провести. Ну, вот получилось так, как получилось. В целом, книга написана достаточно внятно, четко. Есть ссылки, хотя лично мое ощущение этих ссылок, я пытался на них сначала ориентироваться, потом бросил это дело, вот эти примечания. Ну, не то что сверять, как-то туда заглядывать по привычке. Ну, к примеру, хотелось уточнить, какое издание автор использует такого человека, как Садовский. Тут сказано, Садовский бы, а указанные сочинения. И как я не листал примечания, я что-то этих указанных сочинений нигде не нашел. Может быть, я был невнимателен. Может быть, это какое-то редакторское упущение, но как-то немножечко досадно стало. Я думаю, бог с ними, с примечаниями, не буду их смотреть. Очень важно, что в представляемой нами книге Афанасий Фетт, биография, личность и образ самого поэта сопровождают черты современников. Тургенева, Толстого, Боткина, Полонского и прочее, прочее. Книга снабжена и, нужно сказать, все-таки не перегружена, это плюс книги, не перегружена, но как-то так гармонично там распределены воспоминания о Фете, то есть мемористика. Очень интересный подбор писем, не только самого Фета, но и письма, адресованные Фету, или такие переписки, которые Фета не касались, но там он упоминается. То есть всплывает, Фетт вытягивает в этой книге за собой целую эпоху. Но что мне не хватает здесь, в этой книге? Не хватает некоего продолжения каких-то моментов, но я еще раз повторюсь, это может быть мое сугубо индивидуальное, читательское такое мнение, какие примеры привести. Например, вот эта знаменитая ссора Тургенева и Толстого, Льва Толстого, она же как раз состоялась в усадьбе в имении Фета в Степановке. И получается, Фетт является как бы косвенным соучастником вот этого скандала. Скандал затянулся надолго и был весьма такой громовой. А чего мне не хватило, может быть, ну автор посчитал ненужным в данном случае переходить к биографическим моментам других писателей, в частности Тургенева и Фета. Но ведь дело-то, после того, как они разъехались, вернее, их Фетт развез поодиночке, приехали они сюда вместе, дело дошло фактически до дуэли. Картельные письма были со стороны Толстого в адрес Тургенева встретимся на опушке с ружьями. И Фетт стал каким-то виновным, косвенным, вернее, косвенным соучастником этой ссоры, хотя Фетт абсолютно здесь был не виноват. То есть вот какая-то недоговоренность про дуэль меня смутила, хотя с другой стороны, может быть, это можно считать и достоинством книги, когда они стимулируют читателя что-то додумать и домыслить, так же, как и этим самым книга, наверное, похожа на добротно, или, может быть, не добротно, сделанный спектакль. Потому что действие заканчивается, а зритель, ну или я, как читатель, пытаемся что-то домыслить, понять то, что пробудил у нас автор. Ну, в данном случае, автор книги об Афанасии и Фете, какие фибры у души, какие воспоминания он затрагивает уже помимо текста. То есть, в данном случае я уже выступаю как некий соавтор вот этого повествования Фети и дописываю, как читатель уже в своем сознании эту книгу. Ну, еще был такой момент, это вот как раз, может быть, к дописыванию книги. Это эпизод с вариантом смерти поэта, вот с этим шампанским, его тоже можно дописать. И вообще не хватает здесь, на мой взгляд, главы, которая бы называлась «После Фета». Замечательно представлена публицистика Фета. Это вот очень важный момент в этой книге, поскольку оригинальность мышления, казусу судьбы фетовские в этой книге представлены и помогают понять Фета как человека. То есть, оценить его личность вообще вне поэтики. То есть, не как поэта Фета воспринять, а как Фета простого человека. Ну, и после прочтения этой книги Фет перед вами представит совершенно как другой человек. Я бы так сказал, непортретный Фет, не тот вот Фет, которого мы привыкли в хрестоматийных каких-то образах видеть. То есть, книга отсылает буквально к запаху 19 века, чем дышали мыслящие люди той эпохи, той поры. То есть, перед нами восстает незримо вокруг нас, читателей, этот вот воздух 19 столетия. Те вопросы, которые были в анонсе библиотеки, когда эта встреча была анонсирована и на сайте, и здесь, в ВКонтакте, на самом деле они взяты из-за аннотации книги. На них я здесь не собирался отвечать. Почему? Потому что это то же самое, что перечитывать книгу. Прочтете, узнаете. Ну и хотелось бы в завершение нашей беседы, если у нас еще немножко времени есть, Юлия Борисовна может в комментарии черкнуть, две минутки, потому что у нас подключение шло достаточно определенное время. Я хотел бы сказать следующее. Да, вернее, предложить всем зрителям, те, кто сейчас нас смотрит, те, кто посмотрит это в записи, присоединиться к группе Однажды Фет. Всем Фетам Фет у нас там такой подзаголовочек. Афанасий Фет и все. Такое занимательное, фетология. И принять участие в марафоне 200 Фет. Организатором марафона являюсь я и Марина Волкова, челябинским зрителям Марину Владимировну, представлять здесь не стоит. Это я, скорее всего, весь Челябинск знает. Так, это я комментарии пытаюсь читать. Отвлекаться на них или нет? Я думаю, я на них письменно отвечу, чтобы довершить разговор о марафоне. Марафон 200 Фет. В него вы можете прислать видео, свое видео с течением любых стихов. Тут неважно, повторяются они или нет. Поставить хэштег 200 Фет, как указано у нас в анонсе группы и анонсе марафона, точнее. Обязательно указать себя и организацию. И вот этот пост, да, город, где вы находитесь, поскольку нам важна еще и география читателей Фета. Этот пост вы размещаете у себя на странице. Мы по хэштегу его находим и публикуем в группе. И одновременно получается, что вы, город, где вы живете, учреждение, в котором вы работаете или которое представляете, появится на гугл-карте, которую мы регулярно публикуем в группе, как расширяется география наших читателей. Она от Петербурга до Сибири включительно. И каждый участник получит сертификат. Участник будет вам выслан в личном сообщении. То есть помимо марафона у нас развивается культурно-познавательный проект. Там куча рубрик, я их всех сейчас перечислять не буду. И напоминаю в конце, что с 19 мая начался наш забег. И будет он длиться до 4 декабря. Есть время зайти, прочитать Фета. Мы вас увидим, полюбим, оценим. Было ли у Фета любимое занятие, увлечение, может быть, хобби, помимо стихов? Разумеется. Ага. Ну, опять же, я тут хотел бы отослать вас к книге. Но мне кажется, достаточно интересным его развлечением может быть игра на бильярде. С какими архивными документами вы самому довелось работать, пишет Юлия. С архивными документами, я в начале нашей беседы говорил, я работал только по своей диссертационной тематике в Пушкинском доме и так далее. То есть с рукописными, если это имеется в виду. Ну, а в данном случае, разрабатывая рубрики нашего марафона «200 Фетт», это издание Маркса. У меня, к сожалению, только первый том. Здесь лирика, здесь прозы нет. 1912 года, вот это собрание сочинений Фета. В каком-то смысле, мне было интересно еще и издание Фета под редакцией Вадима Кожаного. Ну, вот это первое издание, потом где-то уже в конце или начале, в конце 20 века была издана еще, переиздана эта книга, расширена. Она интересна тем, что там все-таки Кожанов публикует, наверное, поэтические тексты Афанасия Фета, очищенные от редактуры Тургенева, который, если вы прочитаете эту книгу, достаточно вольготно руку приложил к стихам Фета. Другие страны присоединились, спрашивают меня. Да, они у нас участвовали в Фета-представлении, то есть до того, как мы объявляли марафон, но они должны вернуться. В частности, это Англия, у нас был читатель из Бостона. Франция участвовала, ну и, как я понимаю, Белоруссия из Минска Ирина Каренина присылала нам свою версию про чтение. Украина один раз была. Вот такова наша география. Есть ли еще какие-либо вопросы? Я на пять минут регламент своего выступления перебрал. Когда мне организаторы напишут, что нужно отключаться, я отключусь. В целом, пока сообщения мне никакой не пришло, хотелось бы сказать, что эта книга интересна еще и самим автором ее, Михаилом Макеевым, который в интервью своем о том, как создавалась книга для серии ЖЗЛ, сказал, что он работал на преодоление материала. Это очень знакомое мне, как исследователю, чувство. Я также работал на преодоление только с другим автором. И хотелось бы уважительно отнестись к труду Михаила Макеева, потому что он очень достойно, корректно преподносит нам фето. Я в книге не увидел преодоление себя, потому что с Михаилом Макеевым я не знаком. Но я понимаю, о чем идет речь. Видимо, действительно пришлось так себя преодолеть, что мы это не заметили. Это дорогого стоит. По поводу, можно ли будет книгу взять в библиотеке, я думаю, ответят сотрудники библиотеки. Плюс, насколько я знаю, к этому посту будет еще библиографическая информация о Челябинской областной библиотеке прикреплена. Как раз о книгах, которые хранятся в фондах библиотеки. Всем спасибо за внимание. 27 минут я был с вами, я и Афанасий Фед. Всего доброго, до новых встреч. Если будут какие-то вопросы, я буду отвечать под сохраненной трансляцией. И напоследок, участвуйте в нашем забеге, в марафоне 200 Фед. Присылайте нам свои версии прочтения, стихотворения Афанасия Феда. И не только эти версии. Вы можете поучаствовать в любой рубрике нашего марафона. Федофакт, федография. Посмотрите, если вас это заинтересует. Всем спасибо, всего хорошего, благодарю за внимание. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok